Старшее поколение еще не успело забыть эффективность народных патрулей, как на улицах городов и поселков Приморья вновь появились дружинники. Уже более тысячи человек вступили в ряды добровольного дозора. Такие энтузиасты теперь есть и в трудовом. Народная дружина в этом поселке названа именем погибшего милиционера Орленко. Сегодня генерал-майор полиции в добровольный патруль посвятил 6 человек, вручил удостоверение и дал напутственные слова. Несколько лет назад депутаты приняли краевой закон. Он позволил официально сотрудничать с полицией и отрядом дружинников в регионах, а также разъяснил права и обязанности добровольцев. Можно сказать, дружинник тот же полицейский, только с иными привилегиями и отличительной формой. Это очень много для нас значит, потому что на сегодняшний день то правосознание граждан нашего Владивостока, которые готовы оказывать содействие органам внутренних дел по поддержанию охраны общественного порядка, для нас это действительно очень приятно. Поэтому с нашей стороны хотелось сказать большое спасибо тем людям, которые готовы прийти к нам, оказывать нам содействие. 55 лет назад в Ленинграде появились первые добровольцы общественного порядка. Дружинники советского времени. Это простые люди с удостоверением в красной обложке, яркой повязкой на руке и с отличительным значком. На сегодняшний день народный патруль имеет практически те же атрибуты и точно так же выходит в рейд только лишь из личных побуждений. Надоел беспредел, который творится на детских площадках. Когда вечером проходишь, когда здесь днем играют детвора, а по вечеру смотришь на этих же лавочках, сидит молодежь, распивает спиртные напитки. Несмотря на то, что добровольцев только посвятили в дружинники, они уже неоднократно выходили в рейды с ППС, ГУФСИН и ГАИ. Ну из последних только, ну вот задержали недавно человека с кристаллами, он был в федеральном работе. Сотрудники полиции уверены, что добровольные народные дружины представляют собой серьезную силу и они способны оказать значительную помощь в охране общественного порядка и борьбе с преступностью. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.